Защита от наводнений стала темой встречи в Рио губернатора Андрея Тарасенко с краевыми законодателями. Несколько лет подряд Приморье страдает от ливней и разлива рек. Стихия смывает мосты и дороги, люди лишаются жилья. Главной причиной беды являются массовые вырубки леса в верховьях рек и забитые мусором русла. Наиболее проблемные территории все те же – Терней, Дальнереченск, Партизанск, Чугуевка, Новомихайловка, Спаск, Уссурийск. На встрече с депутатами руководителя региона сказал, что есть договоренность с Федеральным центром, в частности с Минприроды, о направлении в Приморье средств на противопаводковые мероприятия. «Мы проговорили с министром природных ресурсов Сергеем Донским о поддержке программ по расчистке рек строительстве дамб на условиях софинансирования. Это несложно. Расчистили реки, сделали дамбы, и проблема с ежегодными затоплениями будет решена. Этим вопросом мы будем заниматься», сказал Андрей Тарасенко. Всего в крае необходимо произвести противопаводковые работы на 44 объектах. Предварительная стоимость работ составляет более 260 миллионов рублей. И еще об актуальном на Общественном экспертном совете по транспортной политике при губернаторе вновь встал вопрос о строительстве ВКАДа – объездной дороги, которая бы разгрузила Игершельд и помогла развитию портового хозяйства. Общественность краевой столицы считает ВКАД приоритетным проектом развития Владивостока. Дорога не просто даст ему второе дыхание, она жизненно необходима. Если ВКАД заработает, то, по мнению экспертов, движение по городу ускорится в 4,5 раза. Напомним, что идею Владивостокской кольцевой автодороги в объезд центра вдоль Амурского залива впервые озвучил временно отстраненные должности главы Владивостока Игорь Пушкарев в 2013 году. Окончательное решение по выбору варианта строительства должно было состояться после общественных слушаний. Стройка должна была пройти в три этапа. Первый – от второй речки до мыса Кунгасный, второй – от Кунгасного до Токаревского маяка и третий – от второй речки до низководного моста на Седанке. Но после ареста Игоря Пушкарева проект застопорился. И вот 2017 год и новый виток обсуждения. По словам генерального директора Владивостокского морского торгового порта Зайрбека Юсупова, грузооборот порта за год вырос на 40%. Движение контейнеровозов в таком объеме через центр вырастет в огромную проблему. В ответ Андрей Тарасенко сказал, что ведется поиск инвестора, который поможет реализовать проект строительства альтернативной автомобильной дороги в обход делового центра Владивостока с мостовым переходом через пролив Босфор-Восточный, ведущим к островам Елена и Русский. Мы ищем инвестора. С китайской стороны уже начали переговоры, потому что интерес есть у многих. Есть схемы, технологии новые. Поэтому, я думаю, от этой перспективы мы будем работать вместе по Владивосток, чтобы ваш порт развивать.